Здравствуйте! Мы на официальном YouTube-канале Курта Велезния Конко. С вами Джуала Базады, и сейчас мы пройдем тему, которая называется Производная обратная функция. Но до этого я бы хотел вспомнить с вами, что такое сама обратная функция. Для рассмотрения обратной функции мы должны сначала взять обыкновенную функцию, которую мы можем показать в форме fx равен y. Тогда обратная функция будет показана в форме f-1. f-1, x и y мы меняем местами, так как это входит в концепцию работы обратной функции. f-1 в точке y дает нам значение x. И f-1y равен x является обратной функцией fx равен y. Но не все функции имеют обратную. А какие именно? Если функция является one-to-one. Что функция one-to-one означает? Давайте возьмем какую-нибудь функцию, в которой я укажу сейчас, и мы должны ее проверить. Для проверки функции на то, что она является one-to-one или нет, мы должны сделать horizontal line test. Как ясно по названию, мы проводим горизонтальные линии вдоль всего графика нашей функции. И если наша горизонтальная линия пересекается с нашей точкой только один раз, то есть у них только одна точка пересечения, тогда эта функция является one-to-one. Если нет, то она не будет являться one-to-one, и это означает то, что у нее не будет обратной функции. Как мы можем наблюдать в двух ситуациях, то есть показанными горизонтальными линиями, у нас две точки, две линии скорее, где имеются две точки пересечения с данной функцией. Это означает то, что указанная функция не может иметь обратную. Но как можно это изменить? Можно изменить, если мы изменим его domain. Скорее нам предоставят условие того, что не все иксы входят в domain данной функции. Если нам дадут какое-либо определенное условие того, что, к примеру, x больше нуля. Что означает x больше нуля? Это означает, что мы возьмем функцию, которая имеет только положительное значение иксов. и мы левую часть, безусловно, нашей функции убираем. И как мы можем наблюдать, все оставшиеся горизонтальные линии с нашей функцией пересекаются только в одной точке. И в этом случае данная функция является one to one при условии, что x больше нуля. Давайте сейчас перейдем к примеру нахождения обратной функции. Возьмем сначала простую линейную функцию y равен 3x плюс 5. Как я утверждал заранее, мы должны x и y поменять местами. x равен 3y и напишем y плюс 5. Я сверху укажу это как минус 1. Это не указывает степень у, это не один деленный на у. Это именно показатель того, что мы находим обратную функцию от выше нам указанной. И начинаем вводить y минус 1 по значению иксов. Это получается x, деленное на 3 минус 5 третьих. И эта функция будет являться обратной выше указанной нам линейной функцией. Давайте сейчас перейдем к квадратичной функции. А именно в данном случае я возьму, в пример, y равен x квадрат минус 6x. И мы найдем ее обратную функцию. При условии нахождения обратной функции, квадратичной функции, мы должны использовать формулу completing the square, которая является x квадрат минус bx. И это равен x минус b, деленное на 2 в квадрате, минус b, деленное на 2. Только при этом условии мы уже можем подставить там квадратный корень и найти ответ. Сейчас вы увидите это. x и y мы меняем местами. Получается, xy квадрат минус 6y. y квадрат минус 6y мы выполняем по формуле completing the square. y минус 6, деленное на 2 в квадрате, минус 6, деленное на 2, все в квадрате. Это получается так, как 6, деленное на 2, надо являться тройкой. x равен y минус 3 в квадрате минус 9. И потом мы уже вводим y. Используя данную нам условию. Получается y минус 3 в квадрате равен, мы минус 9 переносим в другую сторону, получается x плюс 9. Потом все делаем под квадратный корень. В данном случае получается плюс минус x плюс 9 равен y минус 3. и y равен плюс минус корень из x плюс 9 плюс 3. Но дело в том, что мы не сможем сказать, что эта функция является полностью ее обратной. Так как здесь у нас есть, что y равен плюс минус под корнем x плюс 9. Для этого наша функция не будет one to one. и поэтому мы должны ограничить данную нам выше функцию, чтобы у нас осталось или просто плюс корень из x плюс 9, или же с минусом. Мы возьмем в данном случае x больше нуля, то есть положительное значение, и берем наш y, который положительный. и это будет нашей обратной функции. Сейчас я дам пример кубической функции. В данном случае y равен x куб плюс 4x квадрат минус 3x плюс 1. Но дело в том, что простыми методами мы не сможем найти обратную функцию, данную нам, указанную нам выше, кубической функции. Потому что формула completing the square можно использовать только в случае с квадратичной функцией, но не с кубической. А мы ведь обсуждаем еще и производную обратной функции. Так что мы не сможем найти обратную функцию от кубической. Простыми способами. Но для этого, для того, чтобы находить производную от обратной функции, у нас есть формула. Я сейчас здесь отметил f, а равен b, где а это по значению x, а b это значение y. И предоставлю вам формулу f минус 1 в точке b и его производную. То есть производная обратной функции в точке b равен 1 деленной на производную самой функции в точке a. То есть это формула для того, чтобы находить производную обратной функции в любой точке, не находя саму обратную функцию. Я приготовил три примера в данном случае. И сейчас начнем их решать. Возьмем первый пример. И при первом примере, также здесь не было отмечено, нам сказали не находить обратную функцию. Так как функция там простая, мы можем найти ее обратную. Но нам дали условие, не находя обратную функцию. Говорится, что не находя... Здесь читаем. Find f минус 1 x prime at x equals 6. And this is equal to f at the point 2. Сейчас. Как вы можете видеть, по формуле нам как было? f, а равен b. И здесь нам уже ясно дали понять, что f2 равен 6. Именно в данном случае. Так как нам открыто дали функцию нашу оригинальную в точке 2, и то, что она равна 6. И как мы еще можем это понять? Как вы видите, у нас просят найти f минус 1 производную в точке x. И указали, что x равен 6. Это означает то, что f минус 1 b. И при условии того, что b равен 6, а а равен 2. Ведь у нас обратную производную хотят в точке 6. И если мы подставим значение, то мы можем понять, что f2 реально равен 6. И это полностью соответствует нашему условию, которые даны выше. Сейчас производную находим от x куб от минус 2, это 3x квадрат. И подставляем точку 2. Это получается 3 умноженное на 2 в квадрате, 3 умноженное на 4, 12. Но по формуле у нас было, что он является 1 деленное на f' от 2. Так что 1 двенадцатая. И это уже будет нашим значением производной обратной функции в точке 6. Сейчас перейдем к двум другим примерам, которые я подготовил. Вот они. И начнем. Один сначала уберем. И, как вы можете видеть, нам здесь дали одно определенное условие, что x больше или равно 2. Нам дали это потому, что x куб минус 3x квадрат минус 1 само по себе не является функцией 1 to 1. То есть мы не сможем найти ее обратную функцию при полном домене. Но нас ограничили домен, и мы сможем найти. Также я для вас для удобства отмечу, что df минус 1 деленное на dx это то же самое, что производная обратной функции в точке x. при условии того, что x у нас равен минус 1. А как мы знаем по формуле, именно внутри обратной функции находится b. Тогда b равен минус 1, и, безусловно, a равняется тройке. И f3 равен минус 1. И так как 3 это a, b это минус 1. Сейчас находим производную данной функции. Получается 3x квадрат минус 6x. И предоставляем туда точку a, то есть 3 в данном случае. 3 умноженное на 3 в квадрате минус 6 умноженное на 3. Получается 27 минус 18. Это 9. Но так как у нас в формуле, еще раз повторяюсь, было обратное от нашего значения, так что мы берем 1 девятую. И это уже будет нашим значением нашей обратной, производной обратной функции в точке минус 1. И перейдем к третьему примеру. Как вы можете видеть, нам здесь снова указали, что x больше 2. Но сейчас я хотел бы решить это задание немного по другому методу. Как вы видите, df минус 1 снова есть. Я хотел бы сказать, что как бы было это задание, если бы нам не дали бы, что x равен f от 5. То есть, если бы нам дали только то, что x равно 0. То есть, нам дали бы только значение b. И у нас не было бы значения a. Да, мы сейчас знаем, что a это равно 5. Но как бы было бы, если бы у нас этого условия не было. То есть, мы не знали бы, что такое a. Как тогда решать? Так как мы знаем, что f a равен b, и то, что b у нас равен 0, тогда мы можем сказать, что данная, указанная скорее функция в точке a равна 0. То есть, a квадрат минус 4a минус 5 равна 0. Это обычно квадратичное уравнение, которое мы можем решить с помощью private case. То есть, в каэффициент первого минус каэффициент второго и плюс каэффициент третьего. 1 плюс 4 минус 5, как мы видим, равно 0. Тогда первый корень будет минус 1, а второй корень будет третий каэффициент деленный на первый с отрицательным знаком, то есть 5. И так как нам дали условие того, что x больше 2, тогда мы берем именно значение, которое больше 2, а именно 5. И тогда у нас a будет 5. И все, находим производное. Это получается 2x минус 4. И подставляем в данную производную точку 5. Получается, 2 умноженное на 5 минус 4, 10 минус 4, 6. А так как у нас хотели обратную от этой функции, то есть 1 деленное на 6, мы ее просто переворачиваем. 1 шестая. И это будет значение нашей производной обратной функции в точке 0. И это был наш ответ. На этом все. Мы с вами разобрали именно производную обратную функцию, саму обратную функцию и свойства банк. Вы были на акциональном YouTube-канале Курс Флезе Канко. До следующих видео. Курс Флезе Канко.